ребята скажите как меня слышно напишите да танюш скажи слышно хорошо слышно все отлично да мне вчера задали вопрос что со зрением плохо не отридаются зрение неплохо просто много за компьютером сижу и удобней это просто для компьютера очки обычные так ребят у нас сегодня с вами два эфира у нас будет каждый день по 2 эфира вечерний эфир будет чаще всего но в 99 процентах он будет идти в 9 часов вечера его будет вести алексей то есть я буду начинать тему он будет продолжать со своей позиции а утренние эфиры они будут чаще всего с часа до 2 дневные такие назовем да единственное может быть некоторые так вот марафон завтра первый будет в пять часов потому что мне не перенести было несколько процедур с сыном поэтому первый будет завтра эфир в 17 часов а второй будет в 21 час вот и завтра так завтра мы с вами будем я вам вечером скажу какая у нас завтра будет тема я вам говорила у меня просто этот компьютер разрядился и я не могу посмотреть по моему мы с вами хотели рассказать про почки до сердце сердце сегодня сердце вот давайте поговорим про сердце вы наверное все знаете что я стандартной психосоматики не придерживаюсь мне кажется она не совсем актуально не все там рассказывается так как как я это чувствую как я чувствую что происходит то есть смотрите сердце у нас это если мы говорим об органах после нервной системы после кровеносной системы потом у нас начинает формироваться сердце сердечные мышцы сердечные клапаны они формируются в сердечке уже в последнюю очередь и ребенка формируется сердце что такое сердце сердце это как раз связь с родом род наш вот и когда у нас есть какие-либо несогласия вопросы разногласия с нашими близкими с нашими родными с нашими даже я бы сказал наверное осуждениями какими-то бабушек дедушек мы когда становимся взрослым мы говорим нет вот у них такая жизнь и это нормально вот они так прожили это их жизнь и все мы вроде как в принятии когда начинаешь человека погружать в легкое гипнотическое состояние чтобы вытащить у него почему у него такие почему у него идет такой раздрай в сегодняшнем дне очень часто сталкиваюсь с тем что идет непрощение паттерного поведения которое передалось по какой-либо линии идет осуждение за это чаще всего идет осуждение когда мы даже сами этого не не отслеживаем забываем и сердце это как раз наш вот этот вот крючок с родом сердце это как раз когда почему она формируется в одних из в одном из одним из первых органов так сказать да именно потому что ребенок формируется через генетические хромосомы там игрек плюс и минус папина мамина и все вот это вот порода и где это сформировано это как раз сердце это получается в нем не хранится это перегонный резервуар вашей памяти и почему очень часто сердечными заболеваниями вернее не часто а по статистике мужчины сердечными заболеваниями болеют больше в процентном соотношении почему больше в процентном соотношении Потому что родовая, вот эта вот родовая память, она связана не просто с сердечной мышцей, а родовая память, она связана с энергетическим ресурсом каждого человека. Энергетический ресурс в наше время, я не говорю в нашей плотности, именно в наше время энергетический ресурс – это деньги. И когда мужчина страдает, что он не может дать какое-то определенное благосостояние для своей семьи, для своих родных, он может неосознанно от этого страдать. Он может себя уговаривать, что все нормально, я им даю вообще все. Но всегда он будет на подсознании думать, что что-то он не додал. Финансовый аспект влияет на сердце. То есть наш род – это энергетическая волна, которая создает вот это сердце. Энергетическая волна, у которой основная грань, то есть у нас по роду не только сердце. И мы поговорим в этом марафоне про разные моменты. Но самая, я бы так сказала, отшлифованная, самая главная функция сердечная – это родовая энергетическая наполненность. Родовая энергетическая наполненность в нашем материальном мире, который происходит сейчас. То есть сейчас мы можем практически все купить за деньги. И на сегодняшний день, если кто-либо страдает, ну, страдает, да, многие просто страдают, у которых, у кого нет финансового достатка по каким-либо причинам, то мы можем уйти в рот и разобраться, почему это происходит. Потому что сердце отвечает за денежный поток. Как бы это смешно ни звучало, но это происходит именно так. И когда у нас идет выравнивание через родовые знания, то наш энергетический поток финансовый, он выравнивается. И когда он выравнивается, наш энергетический поток финансовый, то у нас выравниваются наши базовые потребности. Они закрываются, базовые потребности. И мы можем идти дальше к самому себе, основываясь на наш род. То есть наш род поддерживает нас, чтобы мы дальше шли в развитие самого себя, в познания через другие органы, через внешний мир. Внешний мир отражается на внутренних органах. И эти все познания мы можем тогда себе очень качественно проработать, понять, откуда это, почему это так случилось, почему с нами происходит та или иная ситуация. Но эту ситуацию мы можем решить, когда у нас идет вот эта вот сердечная мышца, когда у нас она клапан, когда работает в режиме, как бы это, наверное, странно не звучало, в режиме родовой программы. То есть у нас по роду, у каждого по роду, если уходить еще глубже, кровь разной плотности. То есть у кого-то более жидкая, у кого-то более тянучая. И это чаще всего зависит не от группы крови, а от рода. Какими навыками, какими преимуществами обладал твой род, такая у тебя и кровь. Почему я говорила уже не один раз, что у крови у нас более... А там один пакетик, я потом... Кровь у нас получается более ста групп крови. И вот как раз, если туда углубляться, в эту кровь, я не могу здесь углубляться в открытых эфирах, потому что иначе YouTube сразу же... Вот. Но там она идет и по плотности, и по вот этим вот родовым навыкам. Почему по группе крови могут определить, что ты можешь кушать, чтобы там худеть, толстеть, это распространенная практика. Точно так же по группе крови определяют, какие у тебя есть таланты, какие навыки, какие у тебя преобладания в этом мире, чем ты можешь быть полезен, какое у тебя предназначение, да, любят эти слова. Что у тебя получится лучше всего. И в том числе точно так же по крови можно определить, чем бы тебе было приятно заниматься. Потому что когда нам приятно чем-то заниматься, если у нас идут какие-то тем моменты, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, то у нас кровь становится более жидкая. Это научный факт. Поэтому люди, которые с гипертонией, мы тоже затронем эту тему, наверное. Напомните мне обязательно, пишите комментарии под этим видео, чтобы я записала себе, потому что компьютер сейчас разряжен немного. Гипертоники очень часто занимаются теми вещами, которые им не нравятся. Но я бы сказала, наверное, в 70% случаев они себя уговаривают, что это именно те моменты, которым им приятно заниматься. И я расскажу, про что я имею в виду. Обязательно подниму эту тему. Поэтому у нас настолько все связано друг с другом, что от этого не уйти. И как раз то, что я сейчас рассказала, как бы верхушечку, да, опять я себе как-то приоткрыла, про кровь. Это как раз и говорит о том, что как наше сердечко будет работать, как наш клапан будет работать. Чем мы занимаемся, насколько мы не врём себе, насколько мы по себе не предаём себя, да. Вот. И от этих моментов зависит в том числе и кровоток, в том числе и зависит, как будет работать сердечная мышца. Сердечная мышца работает, кровоток у нас пошёл. Если мы начинаем через свой рот прорабатывать себя, то финансы наши выравниваются. Ребят, на этом марафоне у нас ещё будет тема про финансы, и мы там ещё тоже немножечко затронем эту тему. Потому как сейчас же очень много марафонов по как заработать, как стать богатым. там, ну, миллион всего, и чаще всего, я не смотрела, естественно, все марафоны, я не могу сказать за все марафоны, но чаще всего бывает такое, что как раз в этих марафонах, ну, наверное, процентов 70, это визуализация, это то, что ты хочешь, это как тебе распределить, это как это, это всё поверхностное. Потому что бывают люди, которые, они настолько вот, они уже, вот, у меня есть подруга, она знакомая, так бы сказала правильно, да, она этих марафонов прошла, ну, вы знаете, наверное, там несчетное количество, и она всё делает по этим марафонам, и какой-то период времени у неё вот прямо наружу выходит вот этот вот финансовый достаток, но потом оно всё стухает, она говорит, я ничего не могу понять, может быть, там я заряжаюсь на этих марафонах, может быть, ещё что-то, ну, вот я вроде и это делаю, и это делаю, и это делаю, вот, и когда я ей сказала, я говорю, ты, говорю, делаешь то, что нравится тебе, но ты не главный представитель своего рода, и она тогда не поняла эту фразу, что такое главный представитель своего рода, вот, и многие, наверное, из вас тоже не понимают, что такое главный представитель своего рода, вот вы, каждый из вас, это главный представитель своего рода на сегодняшний день, и это, ребят, очень важно, и когда ты понимаешь, что ты главный представитель своего рода, когда ты начинаешь залезать, наверное, такое слово, в познание своего рода, и некоторые говорят, а я ничего не помню. Не надо, сразу же, почему-то у меня на консультации сразу же все вспоминаете, все сразу же приходит, это же все на поверхности, просто вы не хотите туда заглядывать. И когда вы начинаете распределять функционал своего рода, тогда вы понимаете, а что хочу я, а что для меня доступно, и тогда выравнивается ваш энергетический поток, и после выравнивания энергетического потока к вам приходит столько возможностей в виде денег, в виде возможностей, в виде предложений, в виде еще что-то, сколько вам нужно для реализации максимально комфортного содержания своего рода. И если у кого-то проблемы с сердечком, проблемы с давлением, проблемы с почками, проблемы с глазами, потому что глаза у нас точно так же, они у нас подходят вот отсюда, от сердечка, потому что туда у нас точно так же кровоток жмотится на наши глазки, то это все говорит о том, что у вас фокус внимания на себя. А что такое я? Я – это же мой род, заглядывайте дальше. То есть я – это внешняя картинка вашего рода, а вы смотрите глубже на себя. Вы есть весь ваш род. И когда мы туда заглядываем, тогда у нас возникают уже другие моменты, которые мы можем решить. И, ну, наверное, после я просмотрела статистику, я общалась перед тем, как вот этот марафон запустить, да, общалась и с кардиологами, конечно же. Вот. И кардиологи, ну, с тремя только, у меня больше не было возможности, не времени. Вот. И кардиологи сказали, что сейчас среднестатистические отклонения сердечные уже с 17 лет. Представляете, с 17 лет. Это в 17 лет. Это, смотрите, у нас есть три стадии человека, когда он выходит на новую тропиночку самого себя. То есть это сначала это 5 лет, когда идет отрывание от груди. Да, ребят, отрывание от груди, оно вообще заложено, что ребенок грудь сосет материнскую до 5 лет. Но это не то, что он постоянно на груди, да, но он может там, если у него что-то, какие-то вопросы с этим миром, то чтобы получить тотальную поддержку этого мира в лице матери, он может подойти и пососать грудь. Это бывает раз в два дня, там еще что-то. Но по факту до 5 лет. После 5 лет следующий этап у нас идет, это 7 лет. 7 лет определенные моменты у ребенка наступают, да. Почему в 7 лет в школу ребенка начали, начинаем отводить в школу в 7-летнем возрасте, потому что в 7 лет нейронные связи складываются иным характером, иным путем в нашей голове. И в 7 лет, когда мы отдаем в школу, то ребенок может себя сформировать. К сожалению, наши школы не формируют это мышление. Что такое школа? Школа, она же дана не для того, чтобы познать что-то, по факту, да, потому что кто пользуется школьной программой? Кому она пригодилась в жизни? Да никому. Ну, может быть, кому-то. Не буду говорить за всех, неправильно. По факту школа нужна для того, чтобы научить учиться. Вот для чего школа нужна. В школе должны научить учиться, как правильно учиться, как правильно для тебя, не для кого-то, для тебя. Вот для этого нужна школа. И в 7 лет как раз закладывались вот эти вот основы, школьные основы. Но изначально это было предполагалось, что ребенка учили с этого возраста, то есть до 7 лет не шалтай-болтай, а в 7 лет его учили учиться. Где брать вот эту информацию? Где брать этот навык? Где брать вот этот опыт? Следующий этап – это 9 лет. Это как раз 9 лет. Это начинается плюс-минус там, да, смена зубов. Смена зубов, причем, ребят, смена зубов, мы поговорим и о зубах тоже, конечно же. Смена зубов начинается не обязательно, когда зуб выпал, а смена зубов начинается, когда следующий начинает расти, когда мы этого визуально не можем увидеть. Это другой момент, и мы про это тоже поговорим, что у нас происходит, когда у нас начинает рост следующих зубов, когда мы еще не чувствуем. И этот стоит у нас нормально, там, ничего не шатается, там, все вроде бы хорошо. Вот, потом следующий этап – это, ну, я вам сейчас по всем этапам не буду проходиться, да, но вот почему 17 лет, 16-17 лет – это с 14 до 17 лет идет такой, мы его называем переходный период, да, когда подростки становятся неуправляемы, когда им кажется, что их никто не понимает, кроме их друзей, но родители точно не понимают. Вот, вот это как раз этот период – это когда очень нужна поддержка твоего рода. Почему сердце начинает уже скрижетать в этом возрасте? Потому что не чувствуют поддержку родовую через своих родителей. Редко какой родитель умеет поддержать своего ребенка. Не потому, что он плохой, не потому, что он не любит, потому что не учили, потому что не знаем, потому что только сейчас начинаем понимать, что у нас все идет через чувствование. Только через чувствование вы можете что-то ему сказать. Не сказать там, вот это вот нехорошо делать. Вот это нехорошо делать, потому что вот так и так. У тебя будет то-то и то-то. Он пойдет и сделает, чтобы посмотреть, действительно ли у него так и так. А если ты скажешь через чувствование, Если ты вот это сделаешь, то ты почувствуешь вот это. Мир повернется к тебе вот этим, и у тебя будут ощущения такие-то, чувствования такие-то. И тогда он эти чувства моментально накладывает на себя. И тогда он думает, а стоит ли ему это делать, чтобы взять эти чувствования? Нужны ли ему вот такие чувства? Или он хочет идти в другие чувствования, в другие ощущения себя? Понимаете, как это работает? И это все идет у нас через сердце. То есть сердце – это главный орган рода и энергетического потока. Энергетический поток, в том числе, он не весь связан с деньгами, в том числе, потому что на сегодняшний день очень важные моменты, которые касаются денежных аспектов. Вот мы пошли куда-нибудь там в магазин, чтобы прийти в магазин, и нам никто не скажет, ой, ты такая душа красивая. Бери все, что хочешь. Нет этого. Тебе нужно куда-нибудь приехать, к своим родственникам, к своим родителям, к своим детям. Тебе никто не скажет, какой ты молодец, ты заботишься о них. Езжай так. Тебе нужно заплатить за проезд. И у нас все вот этим связано. А это энергия. Это ваша энергия в первую очередь. Блюм, 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 блюм. Сейчас звук отключения здесь. И вот этот энергетический потенциал мы с вами можем раскрыть через род. Когда мы с вами поймем, у нас будет... Ребят, и под этим эфиром напишите, пожалуйста. Просто род равно финансы. Вот так вот я пойму, какая это тема, и запишу в какой-нибудь день, потому что я расписала 11 дней. Поэтому у нас будет с вами еще некоторые вопросы. То есть я все вопросы просмотрела, которые вы писали. Я их все записала. То есть я опорно-двигательный аппарат. Кто, что, какая часть тела, за что отвечает. Это мы все поднимем. Но опять же поднимем. Я подниму со своей колокольни, как я это вижу, как я общалась с людьми. И если кому-то это интересно, то, конечно же, присоединяйтесь и на дальше, чтобы дойти до 21 дня. Потому что я уже говорила, что 3 дня – это безоплатно. Чтобы вы посмотрели вообще, о чем мы тут будем говорить. Насколько вам это интересно. Насколько вам это резонирует. Насколько вам это подходит. 3 дня – это открытые эфиры, которые будут и в YouTube в том числе выкладываться. Их можно будет посмотреть в любой момент, когда вы захотите. Их не обязательно даже… Ну, можете себе скачать, конечно, эти эфиры, кому интересно. Потому что, ну, соцсети у нас, знаете, как работают. Да, сегодня работают, завтра не работают. Поэтому, когда они есть уже у вас, это уже… Они уже у вас. И вам, вы уже не зависите ни от чего. А после 3 дней у нас уже будет ребята, которые будут проплачивать. Уже вам скинули, по-моему, вот эту вот плашечку, да. Как, чего, сколько стоит. В этом марафоне скидок не будет, потому что цена… Мы сделали цену минимальную. Эту цену может себе позволить абсолютно каждый. Она действительно прям такая вот, совсем маленькая. для такого марафона, мне кажется, что да. Это для того, чтобы… Моя задача, чтобы вы были счастливые, еще раз повторюсь, да, здоровые и богатые. Богатые во всех смыслах. Потому что я хочу жить именно в таком обществе, чтобы мои дети жили именно в таком обществе. Поэтому я для этого делаю все, чтобы было вот так вот. Вот. Присоединяться уже можно сейчас. Уже у нас готов следующий чат. Вот. И после оплаты сразу же уже в следующий чат. Вот. Но он заработает через 3 дня. Через 2 дня уже, получается. Заработает через 2 дня. То есть вы там будете… Мы туда будем вас перекидывать, перекидывать, перекидывать после оплаты. Вот. И все через… Послезавтра мы уже начинаем в другом чате. А этот чат еще какое-то время просуществует, чтобы вы там… Кто-то познакомиться еще хочет. Кто-то… Ну, какими-то контактами обменяться. Кто-то еще посмотреть здесь захочет эти эфиры. Он еще какое-то время просуществует, а потом мы тоже удалим. Потому что в Телеграме нет бесконечных чатов. Нам приходится их удалять. Иначе мы не можем какие-то новые себе сделать чаты. Вот. Чтобы дальше раскрываться. Вот. Вот что, ребят, касается сердца. А вечером мы с вами поговорим с Алексеем. Он как раз расскажет с точки физиологии. И, может быть, с традиционной психосоматики что-нибудь затронет. Я, если честно, не знаю, про что он поговорит. Но мне очень будет интересно. Я его очень уважаю. Мне нравится его подход. Вот. И он как раз расскажет там про сердечную мышцу. Возможно, там какая-то… Про какие-то там моменты, которые с грудной клеткой связаны. Вот. Если какие-то боли, куда может отражаться, отдавать сердце. Потому что, когда сердечко наше болит, оно не всегда у нас здесь болит. То есть, когда сердце болит, у нас может отражаться даже в поджелудочную железу. Но, когда поджелудка наша болит, мы думаем, что это поджелудка, что мы съели что-то не то, что еще что-то. Но очень часто, если квалифицированные врачи, потому что есть всякие. И в любой профессии есть и квалифицированные, и нет. Вот. Потому что, когда я помню, мне было, наверное, лет… Ну, сколько-то до 20 лет мне было. И у меня поджелудочная железа забыла. Мне показалось, что поджелудка болит. Меня педиатр отправила проверять поджелудку. Вот. И когда я пришла, как раз вот этот врач говорит, а почему, говорит, она отправила сюда? Говорит, вам нужно первым делом сердце проверить. Это, говорит, сердце так очень часто отдает. Говорит, и первым делом проверяется сердце. Уже потом вот это. Ну, проверили меня? Ну, вот тогда я узнала, что, оказывается, наши внутренние органы, бывает, что, когда что-то болит, это не факт, что это именно этот орган болит, да? Вот. Как мы очень часто говорим, что вот на сухих днях тянет почки. У почек нет нервных окончаний, они не могут тянуть. Тянет именно мышечный корсет. Это тоже важно. Мы поговорим и про почки, потому что почки, надпочечники, это прям, прям, про взаимодействие с этим миром. И это тоже вы, когда научитесь это чувствовать, вы будете считывать весь ваш мир. То есть, если вы чувствуете, что у вас, например, вот сейчас мы проговорили, да, если у вас с финансами какие-то затыки есть, то вы уже понимаете, что если с финансами затыки, что-то я не дотягиваю до своего рода. Что они дотягиваю, что я делаю не для него, что я делаю не для себя, не через себя. Очень часто же мы делаем, особенно женщины, да? Очень часто женщины, они вот самое вкусненькое детям, там, самое тёпленькое мужу, самое красивенькое дочери, там, самое там ещё что-то, ещё кому-то. И всё время как-то мимо себя, мимо себя, мимо себя, а потом он говорит, ну, всё, я пойду вот себе что-нибудь. Это я такая была, я же в первую очередь о себе говорю. И всё, я захожу в магазин, это посмотрела, это посмотрела. Потом думаю, а зачем мне это? А мне не надо. И это не про то, что нужно себе покупать, а это про то, что нет ценности себя. Да, действительно, ты можешь ходить в одной вещи, но ты себя научишься ценить, это про другое, это про внутреннюю ценность. А можешь, например, набрать себе всего, вот у тебя вообще всё есть, у тебя там три дома полные гардероба там, ты себе кремов покупаешь, ты там туда ездишь, туда ездишь. А внутреннего состояния ценности у тебя нет, и такое может быть. Мы об этом тоже поговорим, про ценность, ребят, потому что ценность, у нас очень часто мы не понимаем эту ценность, а когда мы не понимаем эту ценность, у нас не может быть связь с родом. Закрывается связь с родом, и у нас, когда закрывается связь с родом, у нас очень часто это ещё отражается на второй половине. Например, женщина не может найти себе мужчину, мужчина не может найти себе женщину. Это когда ты себя не знаешь, как ты найдёшь человека, который тебе нужен. Он-то как тебя узнает, если ты себя не знаешь. Пока ты себя не знаешь, ты закрыт, тебя нет. Тебя нет для любого другого. И ты себе можешь найти только того, как ты думаешь, что ты такой или такая, и ты находишь человека, который думает, что ты такой или такая, и получается все отношения на лжи. Всё время вот это вот скрижетание. Вроде всё хорошо, но что-то не то, то ругань, то ещё что-то, то алкоголь туда вплетается, то всякое-всякое вплетается. Это же не потому, что я что-то в себе не проработала. Вот мне нужно проработать в себе, и вот всё изменится. Себя найди, и всё будет отлично. Я об этом тоже поговорю. Я не знаю, ребят, мне кажется, в 21, возможно, я не уложился. Вот. Поэтому, ребятки, если будут какие-то вопросы, напишите мне, пожалуйста, под этим эфиром вопросы. И если они появятся вот именно по этой теме, да, то на полчаса раньше выйдем тогда в эфир, в 20-30 где-нибудь так, или на полчаса позже закончим. И я вам ещё поотвечаю на эти вопросики с огромным-огромным удовольствием. А пока буду сворачиваться. Благодарю, что были со мной, благодарю, что слушали. И дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько актуальна была для вас эта информация. Всем спасибо. Эфир сохраняю, сейчас скину сюда. Спасибо. 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 Спасибо.